Тем временем большой проблемой для остальных регионов Украины остается поток оружия, хлынувший из района проведения силовой операции. Людей призывают добровольно сдать нелегально приобретенные пистолеты, автоматы и гранаты. Ноги обзавелись ими из соображений безопасности, хотя и криминальных историй достаточно. Ольга Князева разбиралась в проблеме. Такие кадры появляются в эфире украинских каналов чуть ли не каждый день между сводками с Юго-Востока и новостями из Верховной Рады. Историей о том, как нелегальное оружие расползается по стране. В суммах правоохранители задержали волонтерский микроавтобус, в котором перевозили под капотом 17 корпусов гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 8 запалов для гранат и около 250 патронов разного калибра. Автобус оружием задержали правоохранители в Днепропетровске. Оказалось, в салоне целый арсенал, 6 гранат с запалами, 2 гранатомета, почти 4000 патронов и дымовые шашки. 80% нелегального оружия сегодня везут из так называемой зоны АТО. Продавцы, волонтеры, члены добровольческих отрядов, военные инструкторы. Оперативники не успевают отчитываться о найденных арсеналах. Идикатор того, что в стране оружия все больше. Криминальные хроники последних месяцев. Бомба у здания СБУ в Одессе, стрельба в Мукачево. Взрыв гранаты во время митинга у здания парламента. Украинская милиция называет ситуацию критической и объявляет октябрь месячником по добровольному разоружению. Это такой своего рода шанс исправиться. Человек приносит в милицию оружие, и если оно не запрещено, получает разрешение на его ношение. Правда, апрельский месячник показал. Киевляне, например, не спешат демонстрировать милиции степень своего вооружения. Количество того, что сдали, исчисляется десятками. Это капля в море. Только по приблизительным оценкам милиции на руках у населения около 3 миллионов единиц оружия, в том числе и нелегального, получается из 40 миллионов украинцев. Вооружен примерно каждый 13-й. Дома удержала бы. Потому что мало дураков. Приходят, заходят и грабят, и убивают. Стреляют у нас, а на детских площадках находят бомбы. Получает оружие тот, кто имеет на это разрешение. А у нас разрешение что делается? Покупается. За последний год этот рынок на Украине разросся настолько, что автоматы Калашникова, например, подешевели в полтора раза. Любой украинец может вооружиться через интернет. Предложений о продаже боевого огнестрельного предостаточно. На этом сайте есть и автомат Калашникова, и пистолет Макарова. А вот снайперская винтовка от продавца из Харькова. Связаться с ним можно только по электронной почте. Без доков цена 1100 долларов. ПБС не оригинал. Без глупых вопросов. Продажа приличной встречи. Люди на Украине сегодня не чувствуют себя в безопасности. Сразу как появилась возможность обращаться с петициями к Петру Порошенко, украинцы попросили легализовать короткоствольное оружие, предназначенное для самообороны. 36 тысяч голосов за 9 дней. Руководители стрелковых клубов цифры эти не удивляют. Все больше украинцев приходят к ним с просьбой научить себя защищать. Нелегальным оружием страна насыщается. Это признает Министерство внутренних дел, признает Служба безопасности Украины. Это мы видим в информационных выпусках, да, и постоянное изъятие. Вот. Нелегальное оружие, оно попадает в руки криминала, недобропорядочных граждан. Соответственно, шансы сейчас у добропорядочных граждан падают на самооборону. Я считаю, государство должно их уравнять в этих шансах. Но раздавать пистолеты всем подряд действующая власть не спешит. В правоохранительных органах уверены, дальше обсуждений дело не зайдет. Сейчас, когда общество находится в состоянии массового психоза, когда повышенная агрессивность захлестывает всех, когда человек вместо слова, аргумента может выхватить оружие, нельзя в таком обществе легализовывать оружие. В 2015-м в одном только Киеве стреляют в три раза чаще, чем в прошлом году. Это данные управления МВД. Чтобы убить, украсть, напугать или просто доказать свою правоту в споре. Получается, пока киевские власти предпочитают решать с помощью войны и блокады проблемы внутри страны. Люди на Украине вряд ли смогут спать спокойно.